В течение года комплексная экспедиция во главе с Пантелеймоном Егоровым побывала во многих районах Якутии и исследовала условия для развития инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Очередь дошла до Нерюнгринского района, который в этом направлении является одним из флагманов не только в республике, но и в пределах всей России. Подробности в материале наших коллег. В своих работах Пантелеймон Егоров всегда указывает, что Нерюнгрин был первым городом России, где еще в 1990 году был открыт в общеобразовательной школе первый класс для обучения слабослышащих детей. На сегодняшний день южно-якутская столица удерживает свое первенство в инклюзивном образовании. Однако и в Нерюнгринском районе имеется ряд острых проблем. Мы ребенка должны обеспечить техническими средствами реабилитации согласно перечне федеральных технических средств реабилитации и перечне республиканских технических средств реабилитации. Большинство проблем должны решаться на уровне как федеральной, так и республиканской муниципальной власти. Поэтому в каждом улусе участники экспедиции встречались с главами районов. В первую очередь для муниципалитетов это финансовая составляющая, где нужно таким детям и школам помочь именно деньгами. Вопросы очень сложные в этом плане. И подготовка специалистов для этой работы, конечно, она сегодня важна. Понятие интеграции детей с особыми образовательными потребностями в корне отличается от понятия инклюзивного образования. В первом случае это приспособление ребенка к окружающим его условиям, а во втором случае приспособление окружающей среды под ребенка. С ограниченными возможностями здоровья. Кадровое обеспечение инклюзивного образования стоит на первом месте. Наши не то что педагоги, руководители образовательных организаций, директора, многие даже не знают понятия инклюзивного образования. Начальная школа детский сад «Малыш» это только один из примеров инклюзивного образования. Его специализация дети с патологиями зрения, ДЦП и сопутствующими психическими нарушениями. Однако уровень образования здесь весьма высок. Я нарисовал здесь рисунок, что вода может быть газообразной. А какие еще опыты вы проводите? Опыты с песком, опыты с селечкой. Несмотря на все преимущества, уже не первый год учреждение сталкивается с утечкой квалифицированных кадров. Педагогический персонал, высококвалифицированные кадры стремятся перейти в дошкольные образовательные учреждения Нью-Рюнгринского района. Понятно, что за одинаковое количество времени там они получают заработную плату больше. Сегодня законодательство и федеральные государственные образовательные стандарты говорят о том, что ребенок с особыми образовательными потребностями может поступить в любое образовательное учреждение по своей прописке. Однако далеко не все школы, сады, а также средние и высшие учебные заведения могут предоставить необходимые условия для образования таких детей. В этом направлении остается еще немало проблем, которые только предстоит решить. Галина Якимчак, Семен Амосов, Дмитрий Горбов, НВК САХА, Нью-Рюнгрин.